Всем привет, друзья! Вы на канале Games Review. С вами, как всегда, Пипа. И сегодня мы посмотрим с вами игру, которая называется Bouncy Bunnies. Итак, у нас тут есть сингловая игра и мультиплеер. А русского языка тут нету, значит будем просто сингл начинать. Давайте посмотрим, что игра из себя представляет. Так, а что нам тут нужно делать? Собирать морковь, понятно. Значит, это у нас что-то наподобие платформера. О, тут мы еще разные фишки можем... Эй, не понял. Так, а как мне... А как мне туда допрыгнуть? Ага, вот почти, почти нам удалось это. О, и, блин, мы не долетаем. С самого начала у меня не получается долететь. Что за фигня? Так, мы берем молнию, да? И что, мы ее сразу истратили, что ли? Что за фигня-то? С самого начала у нас ни хрена не получается. Ну? Забавно. Ну, давай, молния, появляйся быстренько. И вот, мы наконец-то долетели. Короче, получается, эту молнию надо брать сразу, прям на ходу использовать. То есть, это у нас один просто рывок, получается. Так, ну, нам еще надо все морковки собрать. То есть, мы должны и на время проходить уровень, и еще и морковки все собирать. Хорошо. Вроде бы, пока не особо сложно все тут. Но, не факт, что дальше будут какие-нибудь у нас моменты, где мы сможем застрять. Так. Ладненько, пока все спокойно идет. Но это только первый уровень. И у нас первые уровни всегда проходят вроде бы более-менее спокойно. А вот потом начинается какая-то фигня. Так, одну морковку мы пропустили, блин. Просто не допрыгнул я до нее немножечко, но ничего страшного. Так. Ну и, по сути, что нам нужно сделать-то? Дойти до финиша или морковки все собрать? Если все морковки собрать, то мы уже проиграли. Но такое вряд ли может быть, потому что, если бы мы пропустили морковку, нам бы уже остановили игру. Ну, значит, все-таки нам просто надо дальше бежать. Так, игра завершена. Серьезно? А мы же еще не успели всю морковку собрать. Либо нам просто время дали определенное и сколько мы сможем набрать. И это все? Так. Не понял я прикола. Так, будем еще раз пробовать. Так, возможно, нам просто надо успеть добежать до финиша. Давайте попробуем просто это сделать, не собирая всю морковь и не тратя на нее столько времени. Так. Ай, блин. Так, бежим, бежим, бежим. Мы сейчас просто будем максимально быстро по возможности бежать. И не будем останавливаться на всей этой моркови. Будем собирать только то, что близко у нас под рукой. Вот. И смотрите, теперь мы можем, по сути, пробежать дальше. И даже если мы вот сюда... Ай, блин, ну-то не запрыгнем, чтобы скорость взять. Но у нас есть еще почти полторы минуты в запасе, чтобы пробежать. Так что несемся дальше. Нам, в принципе, еще не так уж и мало бежать, если посмотреть вперед. Так что вообще не будем останавливаться. Постараемся, блин, все-таки, добежать. Так. Ну, я так понял, тут проще пробежать, чем прыгать по тем... Эй! Эй! Чем прыгать по тем местам, где я запрыгнуть вообще не смогу. Тут хотя бы у меня есть шанс допрыгнуть. Так, ладно. Ну да, все морковки тут просто нереально собрать у нас получается. Ай! Блин, я уж... Блин, зашибись. Так, ну хорошо, тут хотя бы чекпоинт есть. Но прикол в том, что... Этот чекпоинт не останавливает время. А тут вообще конец уровня-то есть? Пока что-то непонятно. А как я туда перепрыгнуто? Алло! Типа за двойным прыжком? Ай, блин, недобрый, ну... Блин, получается мы опять не успели, да? А это у нас конец уровня. Ну что, давайте попробуем еще раз. Мы хотя бы теперь знаем карту. Ну и хочется отметить то, что в игре есть мультиплеер. То есть можно посоревноваться, например, с друзьями, кто дальше сможет добежать, либо кто дальше там этих морковок сможет собрать. Сделана игрушка неплохо, обычный 3D платформер, самый простой, с элементами раннера. Где мы просто бежим, собираем по ходу монетки и стараемся уложиться в определенное время раунда. Такая игра больше подойдет у нас для спидраннеров. Они вот такие вот игры очень любят. Я не особо увлекаюсь спидранном. Точнее, можно сказать, что я вообще никогда не проходил игры на скорость, потому что не вижу какого-то смысла в этом. А некоторые прям заморачиваются реально и борются за каждую секунду прохождения. Ну, это отдельные игроки, которые от этого получают удовольствие. Мне лично это неинтересно. Мне интереснее больше посмотреть саму игру. И просто получить от нее удовольствие. Я думаю, таких игроков у меня на канале как раз самое большинство. Хотя, не удивлюсь, если есть и те, кто именно любит спидранить. Так, ну, блин. Опять мы вот тут заостряли. Вот какое-то место неудачное. Там прыжок хреново срабатывает. Мы ударяемся в стену. Блин, у нас 50 секунд осталось. Мы почти вроде бы добежали. Блин, так, то молнии я брать не буду, потому что, блин, я опять сейчас упаду. И мы потеряем время. Так, а вот тут надо сейчас будет помучиться. Во-первых, мы с этого края прыгаем вот сюда. Потом нам надо вот сюда. Вот сюда. Опа, допрыгнули. Блин, а куда дальше-то? Я допрыгну до туда? Нет, конечно. А как туда-туда долететь-то? Да вы прикалываетесь, что ли? Слушайте, тут ни один этот... Островок не стоит так близко К тому острову. Чтоб до него вообще допрыгнуть. То есть, это нереально получается. Зашибись. Просто зашибись. Слушайте, ну, в принципе, больше смотреть в этой игре нечего. Так что можно заканчивать. Может быть, кому-то игра будет интересна чисто вот с друзьями посоревноваться, либо поспидранить, не более. На этом мы заканчиваем обзор. Если вам понравилось видео, обязательно ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Пишите свои комментарии, как вам игра. С вами был Пип, канал Games Reviews. До скорых встреч. Увидимся. Пока.